В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств с августа 2015 года на принудительном исполнении находится 122 исполнительных производства о сносе самовольно возведенных построек, расположенных на территории поселка Плеханово. По состоянию на сегодняшний день сносу подлежит 121 самовольно возведенное строение. В рамках данных исполнительных производств судебным приставам исполнителями межрайонного отдела соблюден весь порядок, который предусмотрен действующим законодательством, а именно статьей 105 Федерального закона об исполнительном производстве. Граждане у нас должники уведомлены о возбуждении исполнительных производств за неисполнение решения суда. Им вручены лично под роспись постановления о взыскании исполнительского сбора с них. Им неоднократно вручались постановления о назначении нового срока исполнения. И неоднократно они у нас привлекались к административной ответственности, предусмотренной статьей 17.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. По состоянию на сегодняшний момент начальникам отдела старшим судебным приставам рассмотрен 121 протокол о привлечении граждан к административной ответственности за то, что по состоянию на сегодня решение суда не исполнено и к сносу самовольно возведенных строений они не приступили. 112 протоколов рассмотрено и вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 17.15 Кодекса об административных правонарушениях, где сумма штрафа составляет 2000 рублей с каждого должника. И 9 протоколов у нас рассмотрено по части 1 статьи 17.15 Кодекса об административных правонарушениях, где сумма штрафа равна 1000 рублей с каждого должника. То есть на сегодняшний момент все действия судебным приставам в рамках действующего законодательства предписаны, выполнены. В настоящий момент у нас нашему взыскателю администрации города Тулы направлено предложение в рамках статьи 206 Гражданка процессуального кодекса Российской Федерации и по части 9 статьи 107 Федерального закона об исполнительном производстве, где взыскателе есть право произвести снос самовольно возведенных строений за свой счет. На сегодняшний момент дата проведения действий по сносу самовольно возведенных строений у нас пока не определена. Сразу 121 жилое помещение снести, естественно, мы не сможем. Соответственно, это будут плановые работы по сносу этих строений, которые пока тоже сложно спрогнозировать, в какой временной промежуток они будут все снесены и, соответственно, судебные решения будут приведены в исполнение. То есть у нас отсутствует информация, что где-то они вышли по судебным решениям с обжалованиями, да, либо они изъявили какое-то желание и подали пакет документов на узаканивание данной постройки. То есть таких данных у нас на сегодняшний момент нет. Действительно, у нас на исполнении 122 исполнительных производства. По документам 122 дома подлежат сносу, но в ходе проведения исполнительных действий было установлено, что одна постройка сгорела. То есть на сегодняшний момент в Ленинский суд Тульской области направлено заявление судебного пристава исполнителя о прекращении данного исполнительного производства, потому что нет того жилого помещения, которое необходимо снести. Ну, во-первых, наша главная задача сотрудников службы Федерального службы судебных приставов, это в первую очередь обеспечить безопасность самих судебных приставов исполнителей. Тесно взаимодействовать с органом внутренних дел. Поэтому, собственно, те штатные подразделения, которые у нас имеются, по большому счету, мы выходить там дальше никак не можем. Я имею в виду, в количественном отношении у нас есть группа быстрого реагирования. Она, собственно, и обеспечит. И, естественно, задача, она будет выполнена безусловно. Тут, собственно, сомневаться даже не приходится, потому что задача стоит такая, обеспечить безопасность судебных приставов исполнителей. Мы его выполним. В любом случае. Ну, пока ориентировочно 15 человек. На то количество, которое судебным приставов исполнителей, это вполне достаточно.